Ну, они сидят, видимо, вот эта борьба идет внутренняя, когда этот голос говорит, это про тебя, этот аят про тебя, а он его затыкает, пытается его заткнуть. Так и сидят, видимо, в борьбе с собой. В последнее время среди чеченцев и ингушей появились утверждающие, что якобы слово «войнах» нам навязали, чтобы убрать чеченец и ингуш. По-моему, это глупость, объединяющая нас термин, навязывать нам не будут. Ну да, согласен, я не думаю, что это как бы нам навязано. Сам термин «войнах» он искусственный, то есть его ввели как некий этноним для обозначения чеченцев и ингушей, но ввели его, этому термину нет даже 100 лет, относительно недавно. Но это не значит, что это плохой термин, против него нужно как-то выступать. Нет, это нормальный термин, его можно использовать как объединяющий фактор чеченцев и ингушей. Когда ты не хочешь говорить чеченцам и ингушей, ты можешь сказать «войнах», и понятно, что речь идет о чеченцах и ингушах. Я тоже использую этот термин часто. Это не повод как бы против этого термина сейчас, ополчиться там его. Это нормально. Он искусственный, да, но он прижился, он используется. Просто не нужно пытаться сакрализировать его, да, этот термин, придать ему какую-то сакральность. И в то же время ополчаться против него тоже не нужно. Относитесь к этому спокойно, нормально. Мы в войнах, и да, ахамду лиллах. Каждый раз замечаю и убеждаюсь, что один чеченец сможет говорить на любые темы. А два и более только о том, в войнахе они или не войнахе, чеченцы они или не чеченцы. Надоедает этот ваш национализм. Ты не спеши называть лжецом. Я не говорил, что у орстхойцев, согласно ДНК-проекту, вообще нет единых предков с чеченцами. И в процентном отношении у ингушей больше с чеченцами, чем у остальных. По ДНК-проекту у орстхойцев нет общих предков с чеченцами. По ДНК-проекту орстхойцы — это чеченцы. Вот в чём дело. И у нас, у чеченцев, в том числе и орстхойцев, так как это часть нас, у нас с ингушами есть общие предки. Вот так вот будет правильно. Орстхойцы — это такие же обычные чеченцы, как и любые другие. Почему тогда орстхойцы оказались разбросанными среди чеченцев и ингушей, если они не были отдельным народом? Ответ же очевиден, потому что они проживают на границе. Точно так же орстхойцы и мелхи, и эхки. Те тейпы, которые проживали на границе, они оказались разбросаны. Ну всё, братка, как ты думаешь? О чём думают кафыровцы, когда сидят в мечетях и слушают проповеди и цитаты из Корана про лицемеров, когда совершают молитву? Они же осознают, что всё это не просто так. Ну они сидят, видимо, вот эта борьба идёт внутренняя, когда этот голос говорит. Это про тебя, этот аят про тебя, а он его затыкает, пытается его заткнуть. Так и сидят, видимо, в борьбе с собой. Ну всё, расскажи по-братски про притчу, о которой тебе поведал сам Аптишка Жёлтые Штанишки. Это была очень смешная история Аптела Удинов, когда нас похитили, и он приехал туда в форме свадебного генерала, весь такой в орденах, в медалях. Он, по всей видимости, был под воздействием каких-то препаратов, и у него никак, он не мог закрыть рот, он постоянно говорил. И вот он от первого лица рассказал историю, как он якобы сидел в каком-то ресторане в Москве, и там был чернокожий парень. И этот чернокожий, значит, парень сказал ему, что он из Вирда Кунта-Хаджи, и Кунта-Хаджи это их, мол, человек из их народа. На что Алаудинов с ним, значит, стал спорить, говорит, нет, что Кунта-Хаджи из нашего типа народа. И тот с ним не соглашался, и потом Алаудинов его спросил, а какого ты видел, говорит, он спросил его, Кунта-Хаджи. И тот сказал, да, видел. Какого цвета была его кожа? Тот сказал, она была белая. Вот видишь, сказал Алаудинов, он из нашего народа. Это смешно, потому что эту историю еще до Алаудинова рассказывали там всевозможные кадыровские пропагандисты, тоже как бы от своего лица. Это такая сказка, которая ходит по вот этим суфийским устам. Но Алаудинов, видимо, в тот момент решил, что это произошло именно с ним. Почему Алаудинов зовут желтые штаны? А это такая особенность у него. Он очень любил носить желтые штаны, причем одевал их именно в тот момент, когда отправлялся на какие-то спецоперации, боистолкновения. Он всегда надевал желтые штаны. По всей видимости, это такой тактический ход, чтобы не напугать своих сослуживцев в случае чего. Алаудинов был в желтых штанах, когда рассказывал тебе эту правдивую историю. Нет, он был в форме такой, как она такая, синеватая бывает, военная, пятнистая форма, но такая синеватая. Он был в ней, в каракулевой шапке с такой звездой. Звезда или как там, эмблима какая-то. И в ордене Кадырова. Тумсо, это камуфляж у него, чтобы запутать, а враг не поймет, испугался он или нет. Да, это именно тактический ход. Тумсо, ас-саляму алейкум арам, были ли у тебя проблемы с бородой или внешним видом до того поворотного момента? Если да, можешь рассказать, как, где, как заканчивалось все? Алейкум ас-салям, конечно, были очень много таких случаев, когда меня останавливали и говорили о том, что доставят в РОВД, но всегда получалось как-то выйти из этой сложной ситуации. А вот когда нарвался на Ислама Кадырова, здесь не получилось, к сожалению. Был момент, когда там ночью как-то меня... Я, кстати, рассказывал даже в эфире как-то об этом случае. Ночью меня остановили на выезде из Грозного в Заводском районе на кругу. И уже все, меня забирали, сказали, что поедем, типа, в РОВД. Но я, когда со мной были... Была женщина из автомойки, которую я... Она помыла мою машину, я вез ее домой. И когда я ему сказал этому сотруднику ОМОНа, я говорю со мной женщину, которую я должен отвезти домой, я ее отвезу и вернусь обратно, я даю слово. Я не знаю, эти мои слова как-то его тронули. Аллах изменил его решение, положение его сердца, и он мне просто отдал документы и сказал, езжай, возвращаться не нужно. Были такие моменты? И немало. Тумсо, конфликт с Исламом Кадыровым у тебя произошел из-за твоей бороды. Но после твоего уезда почти вся Чечня стала носить бороды. С чем... С чем это связано? Раньше они по бороде вычисляли шайтанов, а сейчас... Ну, тоже в какой-то момент у них изменилось сознание, видимо. И они решили, что теперь мы будем носить бороды. Вообще, в целом, положение ребят, которые носят бороды, конечно, гораздо облегчилось в республике. Я этому очень рад. Когда я жил, когда я находился в Чечне, это была очень сложная тема. Мы там друг друга по лицам чуть ли там знали. Все, кто носил бороды в республике, нас было очень мало. И это была очень серьезная проблема. На нас устраивали там целые мероприятия, охоты. Тумсо, тебе иногда не кажется, что то, что случилось с тобой, оно и к лучшему произошло. Конечно, жить на родине лучше, но чем терпеть беспредел, кафырваться лучше в Европе тихо и спокойно. Ты знаешь, это вообще у меня такой жизненный принцип. Что бы со мной ни случалось, это все к лучшему. Иншалла. Поэтому мне не сожалею ни о чем, кроме каких-то своих грехов. А те испытания, которые меня постигают, постигали. Хвала Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok